доброго дня всем кто смотрит видеоканал планета дзюдо я роман карасик и сегодня мы продолжаем небольшие видео уроки и мы рассмотрим в данном видео вариант разворота тела для проведения приема броска дзюдо и так сегодня мы рассмотрим разворот через спину или через таз через поясницу или через затылок да через наружную поверхность нашего тела вот она наружная поверхность так называемая поясница спина затылок как это выглядит во первых разворот через наружную сторону нашего тела назад так называем через спину он выполняется в том случае если нас нас партнер тянет на себя мы поддаемся этому движению упираемся ногой и чувствуем ответную реакцию партнера то есть если мы упираемся и чувствуем что он начинает идти назад то есть опять на нас возвращается в этом случае я буду разворот его через спину то есть меня тянут за собой и в этом случае я разворачиваюсь вот этим ногой через спину меня потянули и я через спину развернулся и чнился развернулся и чнился развернулся второй вариант если я сам толкаю своего партнера для того чтобы получить от него ответную реакцию я толкнул и он обратно возвращается на меня в этом случае тоже я буду разворачиваться через спину почему разворот через спину в этом случае наиболее эффективный потому что когда я толкаю у меня упор ставится на переднюю ногу и если партнер опять делает ответную реакцию на меня то уже вот здесь мне очень тяжело будет перестроиться и перевернуть вот эту ногу сюда у меня будет немножечко дискомфорт в тазе суставах бедренных и так далее и развернуться для проведения приема будет очень тяжело поэтому когда я делаю толкаю партнера и жду от него ответную реакцию на себя в этом случае наиболее эффективно будет вот этой свободной ногой которая у меня освободилась у меня весь центр тяжести остался на этой ноге разгонуться и встретить атаку партнера смотрите еще раз пич мим пич мим пич мим пич мим пич мим мим пич мим это у нас было движение линейное второй вариант такого разворота через спину да наружного разворота когда мой прием выполняется в противоположную сторону от того направления куда меня тянут так же как и в линию да если меня тянули туда а я тогда я буду разворачиваться через спину меня тянут туда я вроде бы останавливаю партнера и отсюда я начинаю разворачивать через спину так же движение в плоскости посмотрите если меня тянут в ту сторону а броски я выполняю в противоположную то мой разворот будет так же идти через спину посмотрите ич ни ич ни это я имитирую приемы или еще раз посмотрите меня тянут вот в эту сторону видите я вот сюда передвигаюсь но дальше когда я уже решил делать прием техническое действие я должен обязательно ногу не так поставить ступню а разворачивать ступню пальцами ноги в ту сторону в которую я буду делать прием то есть меня тянут в эту сторону и принятие решения для броска я разворачиваю видите ногу опора идет а вот эта нога через спину разворачивается и я делаю бросок посмотрите еще раз меня тянут в эту сторону ич ни ногу я поставил видите я уже пальцами развернули развернули потому что если я не разверну пятый вот так а пальцы будут указаны в сторону броска то я не развернусь назад если я ставлю ногу вот так то назад я не развернусь у меня таз не повернется поэтому в момент когда я уже принял решение для атаки я разворачиваю ногу и дальше идет разворот ноги через спину через наружную поверхность давайте еще раз посмотрим ич ми или в эту сторону ич ми ич ми ич ич теперь я вот таким образом покажу меня тянут ту сторону а бросок я буду делать в противоположную в этом случае я буду именно разворачиваться через спину меня тянут в эту сторону в момент принятия решения я уже принял решение для атаки я разворачиваю ногу длина шага может быть разной в зависимости от того, как меня тянут и разверну ногу уже пальцы указывают, что в ту сторону я буду делать бросок и я развернулся через спину еще раз посмотрите итак, сейчас мы с вами рассмотрели вариант разворота для проведения приема разворот через спину то есть наружный разворот еще раз напоминаю разворот через спину это наружный разворот я буду разворачиваться наружу через спину именно через спину не через живот а через спину очень хорошее подводящее упражнение для этого это приставной шаг и разворот просто спиной разворот спиной и чнип разворот спиной и чнип разворот спиной давайте в заключении я еще раз покажу вариант когда вас тянут за собой вы ловите ответную реакцию партнера или вы толкаете и делаете разворот через спину смотрите и чнипся и в этом случае мы сзвернулись и чнипся опора разворот и чнипся опора разворот или можно самому толкая партнера ждем его ответную реакцию и чнип и чнип и ч и он идет опять на вас в этом случае через спину и чнип и чнип и чнип и чнип и чнип и вариант когда мы движемся в плоскость движемся в ту сторону бросаем в ту сторону и ч и ч и ч и ч и ч видите движемся в ту но я не буду в ту сторону бросать мы движемся в ту а бросать я буду В эту сторону Не в эту, да? Давайте сейчас, главное не перепутать И Не, я развернул стопу, чтобы уже упор Туда меня уже не могут потянуть И я уперся, раз И в эту сторону Бросил Конечно же, это не с первого раза будет получаться Очень сложное координационное упражнение Но если правильно научиться ставить ноги Разворачивать стопы в нужном направлении Тогда уменьшится и травматизм Улучшится качество тренировки Качество проведения приемов С вами был Роман Карасин Вы смотрите видеоканал Планета Дзюдо Изучайте дзюдо каждый день До новых встреч